Представители региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» приехали в нашу республику с расширенной ознакомительной программой. Сегодня они встретились с ректором Югостинского университета и профессорско-преподавательским составом. Многие из них являются преподавателями в высших учебных заведениях. Поэтому встреча была нацелена на то, чтобы познакомиться и наладить связи. Вадим Теде в первую очередь рассказал о жизни и работе университета, о том, как он был преобразован из педагогического института в государственный университет, о том, какие трудности пришлось пройти в нестабильное для нас время. Теперь же время созидания, отметил ректор. Государственный университет, разрушенный во время войны, попал в инвестиционную программу и будет заново отстроен. Гостям был показан общий архитектурный вид нового государственного корпуса. Стративство нового университетского комплекса было внесено в инвестиционную программу 2014-2017 года. И уже в этом году разрабатывается проектоспектная документация. Она уже подходит к концу. Фактически уже проходит проект экспертизы различного характера. И уже с 1 января 2016 года строительство комплекса уже начнётся. Это, прежде всего, снос тех двух корпусов, о которых я уже говорил, и возведение нового комплекса. Кроме того, идёт работа над улучшением условий. С учётом требований университета формируется кадровая политика, улучшается эффективность образовательной системы. В недалёком будущем планируется введение многоуровневой системы образования. Расширяются связи с другими вузами России. Гостей интересовал вопрос, насколько часто наши студенты принимают участие в молодёжных форумах и съездах. «Конечно же, мы рассчитываем и очень надеемся на подписанный договор между президентами Республики Южной Осетии и Российской Федерации от 18 марта. Это договор о союзничестве и интеграции. И уже прорабатываются вопросы, чтобы и через Россотрудничество, и через Министерство образования и науки Российской Федерации наши молодые преподаватели, наши выпускники имели возможность учиться в аспирантуре в российских вузах. Также, безусловно, для нас очень важно это совместное участие наших работников в совместных научных мероприятиях с российскими вузами, это и, конечно, совместные молодёжные программы». Кроме того, ректору университета были заданы вопросы по трудоустройству выпускников, заработной плате сотрудников вуза, а также востребованности действующих факультетов. Было отмечено, что число факультетов с каждым годом растёт и открываются они с учётом социальной необходимости. Таким образом, привлекается большее количество абитуриентов и растёт число специалистов узкого профиля. Кроме того, надежду на сближение выразил председатель региональной общественной организации Союза народов Самарской области «Наш земляк» Ростислав Хугаев. «Приехали, чтобы познакомиться с образованием. Огромное спасибо Вадиму Тазовичу, что он конкретно всё рассказал, как болеем за наше образование, за всех. И самое главное, самое главное, наше поиска, когда я уверен на 100% в том, что мы здесь есть, и нас сам уже сблизило. И каждый отсюда, уезжая, что видел, будет рассказывать. Соберут их и будут рассказывать, что в Осетии хорошо, что можно принять, что можно вот это. И в конечном итоге нас сближать». В конце встречи гости и ректоры университета обменялись памятными подарками. «И то, что мы попали в университет, я считаю, это вообще знак. И я от всей души хочу вам пожелать, дорогие друзья, хотя у вас огромные традиции, но вы находитесь в начале, мне кажется, прекрасного пути, вы сеете разумное, доброе, вечное. И именно вы, ваша работа, ваше учебное заведение, тот самый центр притяжения для всех интеллектуальных и политических сил республики». Яна Плеева, Алена Кочева, информационный выпуск «Сегодня».